Ирбитская ярмарка Евгений Куйвышев стал одним из первых, кому была представлена новая книга о ярмарке, созданная совместными усилиями специалистов практически всей архивной службы региона. Вообще идея изначально возникла, конечно, очень быстро в этом году у нашего директора Сергея Николаевича Куксы. И вот он решил эту идею с нами обсудить. Вроде бы обсудили, материал подобрали. Вместе с тем нам такой большой проект одному архиву было бы не потянуть даже по финансовым каким-то моментам. И обратились к начальнику управления архивами Романа Сергеевича Тараборину. Он эту идею тоже поддержал. Причем вся архивная служба Свердловской области работала, предоставляли документы, информацию. Так что в итоговое издание вошло семь публикаций о самой ярмарке, о храмах и театре, об издававшейся в городе первой на Урале газете. О том, как ярмарка возрождалась после нескольких десятилетий забвения. При этом появление и самой книги стало возможным благодаря поддержке тех, кого сегодня вполне можно назвать наследниками промышленников, купцов и меценатов. Того, старого Ирбита. Первым откликнулся Михаил Иванович Смердов. Ну, он уже не впервые наши все проекты помогает нам с их реализацией. И, конечно же, когда уже встал вопрос об издании, о заключении договора, здесь, конечно, уже потребовали серьезные финансовые вложения. И откликнулся у нас Ирбитский молочный завод в лице генерального директора Григория Бочерикова. Ну, а потенциальные читатели уже совсем скоро смогут и сами оценить это издание. В продажу оно не поступит. Но, как уже было сказано, книгу вполне можно будет найти на полках школьных и городских библиотек, а также и в самом архиве города Ирбита.